Как вы знаете, 7 октября, то есть вчера, группировка Хамас нанесла, ну провела по сути операцию, что захватив значительную территорию вокруг сектора Газа, очень много жертв, Израиль официально подтвердил уже 700 жертв среди израильтян, туда относятся, в это число входят и военные Израиля, и полиция, и мирные люди, жители. На данный момент наносятся очень мощные удары по сектору Газа, и на самом деле сейчас не совсем понятна расстановка сил, вообще что там сейчас, то есть как театр боевых действий сейчас не совсем понятен. Со стороны Израиля приходит одна картина, со стороны Хамаса или палестинцев приходит другая картина, то есть если израильтяне говорят, что они уже, значит, те территории, которые были закреплены, то есть на которых закрепились, закрепилась группировка Хамас, что они их уже отбили, то Хамас это оповергает, говорит, что до сих пор там ведут бои. В общем, как бы там ни было, сейчас уже понятно, что это очень такой серьезный вооруженный конфликт, который в Израиле уже официально назвали войной. Не просто нам операции какой-то, это уже названо войной. Израиль делает очень такие воинственные заявления, говорит о том, что они намерены теперь вообще уничтожить группировку Хамаса. И то, как они начали бить по сектору газа и по интенсивности этих ударов, и по тому, какое количество войск они подтягивают к границе с сектором газа, по тому, что США уже подтягивает там свою эскадрилью авианосец, какие-то корабли к берегам Израиля, сектора газа. Можно говорить о том, что реально там сейчас это это событие, это заварушка, которая, как минимум, не собираются они быстро ее заканчивать. Это уже можно точно об этом говорить. А это говорит о том, что там сейчас будет очень-очень много жертв, и, конечно же, эти жертвы будут среди палестинцев, среди жителей сектора газа, потому что все события, все будет развиваться именно там. Сами израильтяне говорят, что вот эта вот операция Хамас, эти события, они беспрецедентны за последние 50 лет. То есть нечто подобное произошло ровно 50 лет назад. В Израиле это называют войной судного дня. И то даже эту войну судного дня, то есть по потерям, израильтяне говорят, что эта операция Хамас превзошла ту войну судного дня. То есть израильтяне понесли больше потерь. По тому, насколько они были, израильтяне были застаны врасплох, это вообще беспрецедентно, потому что заявлялось, что эта граница самая защищенная, граница с сектором газа. Там были миллиарды потрачены на то, чтобы возвести забор, поставить всевозможные датчики, камеры, этот купол железный, что только не делалось для того, чтобы защититься от подобной незаконной атаки. Но, как оказалось, это все абсолютно не было проблемой для Хамас. Здесь можно отметить, что они очень серьезно подготовились к этой операции. И по земле, и по воздуху, и по морю они заходили. Эффект неожиданности, там он присутствовал однозначно. Но они не подготовились с точки зрения... То есть подготовка, она ведь бывает не только военной, инфраструктурной, но она обязательно должна быть еще и просветительной. Когда те, кто готовятся к подобной операции, они получают просвещение вопросов, как они должны себя вести, как они должны действовать. То есть в большинстве своем картина об этих людях строится не потому, как они хорошо подготовились к операции военной, а потому, как они себя вели. И вот здесь была очень серьезная, на мой взгляд, недоработка со стороны Хамаса, когда они абсолютно не подготовили вот этот личный состав, как они себя должны вести. То есть было такое ощущение, что, ну, по крайней мере, под тем видео, которое мы видели, когда по мирным людям открывался огонь, эти крики, и, в общем, отсутствие какой-то дисциплины, вот это все, конечно, тоже было видно. Поэтому с точки зрения вот этого, мне кажется, там подготовки абсолютно никакой и не было. Хотя, на мой взгляд, это обязательно должно было быть сделано. Так вот, на самом деле эта тема, которая для меня, она настолько оказалась сложной, и, когда вроде бы, ну, есть какая-то общая картина происходящего, ты понимаешь, что есть палестинцы, есть израильтяне-евреи, и есть конкретно оккупированные земли, есть оккупант в лице Израиля, и это говорит не Хамас, это говорят не палестинцы там, или не Тумсо, или не мусульмане, это говорит мир, ООН весь говорит, что есть, что ситуация, которая происходит там, это оккупация Палестины, и что Израиль обязан вернуться к границам 1967 года, и что по резолюции ООН там должно быть образовано два независимых государства в границах 1967 года. То есть это позиция мира, мирового сообщества. И вроде бы, если посмотреть на это вот так, то там стало бы, ну, не было бы проблем в том, чтобы определить, кто прав, кто виноват, как вот в случае с российско-украинской войной, когда четко мы понимаем, кто там агрессор, кто там оккупант, кто защищает свои земли. Но здесь сложность возникает, когда ты начинаешь понимать, что это не просто там палестинцы, допустим, освобождают свои земли, а это группировка Хамас, что это Иран, который тоже как-то в этой всей завязке, ну, какая группировка Хизбалла. Когда ты вот это вот все понимаешь, когда ты не можешь просто сверху вот так вот посмотреть на это, разделить на два цвета, когда ты начинаешь понимать картину происходящего, там и Россия выступает на стороне Хамаса, и Иран выступает на стороне Хамаса, и Хизбалла что-то грозит Израилю, и Хамас, который дружит с Россией, и палестинская администрация в лице этого Махмуда Аббаса, который награждает Аймани Кадырову звездой Иерусалима. Когда ты вот эти вот все детали понимаешь, то у тебя, ну, в целом картина понятна, но вот эти вот детали, они делают ее вот настолько сложной, что ты в какой-то момент вот этот вот шаблон, простите меня за этот шаблон, но когда он в связи как раз таки с российской, украинской войной, он стал таким токсичным, все не так однозначно. Мы помним, это в российской пропаганде это постоянно звучало. Но вот здесь это тот случай, когда ты такой смотришь, потом берешься за голову и говоришь себе, не все так однозначно. И вот, если позиция моя, любых наблюдателей беспристрастных в этом вопросе, хотя вряд ли здесь, наверное, можно назвать людей беспристрастными, в любом случае любой человек, у которого есть понимание справедливости и несправедливости, он не может быть беспристрастным, по-любому он тянется к справедливости. Но есть, оказались люди и целые страны, которые не просто проявили и проявляют несправедливость в этом вопросе, они настолько оказались лицемерными, что это просто поражает и это еще больше делает проблемным понимание этой ситуации, комментирование этой ситуации. Когда можно и нужно было просто хотя бы нейтрально что-то высказать, я сейчас говорю об официальных заявлениях стран, призвать к деэскалации, призвать к миру. Мы видим, что ведущие страны этого мира вообще, в принципе, я имею в виду, например, страны большой семерки, просто, допустим, поддержку Израиля. Но это ладно не удивляет, в принципе, это не удивительно. Но удивила Украина. Меня удивила очень серьезно Украина. Когда Россия напала на Украину, начала широкомасштабную войну, вторжение, Израиль был как раз и остается той самой страной, которая вот такую вот открытую поддержку Украине так и не выставила. Хотя это ситуация, где вообще все однозначно. Нет там, там не может быть двух правд. Там есть четко, четкое государство, чьи территории оккупированы другим государством. Там нет, понимаете, двух правд. И вот в этой ситуации Израиль как раз таки занял позицию, ну я не знаю, можно ли ее назвать нейтральной. Даже если ее можно назвать нейтральной, то она такая нейтральная с уклоном в сторону России. А что сделала Украина, когда Хамас напали на израильтян? Смотрите, я специально вот выбираю урожение даже, когда об этом говорю. Не на территорию Израиля, я говорю, вот заметьте этот момент. Хамас напал, напали на израильтян. Здесь не может идти и речи о территории Израиля. Хамас не нападал на территорию Израиля. Это очень важный момент, потому что Израиль на этих территориях оккупант. Опять-таки говорю, это не я, это говорит мир, это говорит ООН. Есть резолюции, что Израиль должен вернуться к границам 1967 года. А границы 1967 года подразумевают, что эти территории, на которых театр вот этих боевых действий развернулся, это не территории Израиля. Поэтому я говорю, когда Хамас напал на израильтян, официальные лица Украины не просто выражают поддержку Израилю. Но в этой своей поддержке они используют такие выражения, как защита Израилем своей территории, право на защиту своих земель. Вот такие вот выражения, которые поражают просто своим проявлением двойных стандартов, своей лицемерностью. Это просто удивительно. Я, конечно же, не говорю и не считаю, что в этой ситуации нужно какую-то поддержку высказывать Хамасу. Понятно. Я и сам в стороне от этого всего. Даже как просто сторонний наблюдатель, как блогер, наблюдая за этой ситуацией, я понимаю, что общая картина, как я сказал, здесь есть Палестина и есть Израиль, который оккупировал территории Палестины. Но я понимаю, что Хамас – это не лицо палестинского народа. Вот так, наверное, будет правильнее высказаться. Поэтому я как-то не спешу даже с тем, чтобы в целом эту ситуацию комментировать. И мне казалось, что Украина должна была поступить именно так. И я и другие, наоборот, должны были ориентироваться на высказывания украинских политиков. Так должно было быть. Но, к сожалению, так не произошло. И я сегодня наблюдал, допустим, за сетями, за каналами украинскими. Я видел, как украинские военные, допустим, высказывают какую-то поддержку Израилю. И там тоже фигура, знаете, обороты речи, они там присутствуют. Защита своей земли, защита своих территорий. Такие слова. Слова, которые недопустимы из уст украинцев. Они просто недопустимы с учетом тех событий, которые сейчас развиваются в Украине. Потому что если там израильская армия защищает свои территории, свою землю рядом с сектором газа, то почему тогда Россия, когда она воюет на территории Крыма, на территории Запорожской или Херсонской области, оккупированной сегодня. Почему тогда это не называется защитой своих территорий? Потому что они чуть позже оккупировали эти территории, Израиля раньше. Сколько времени должно пройти, чтобы затем война на оккупированной территории считалась защитой своей земли? Что должно произойти? В общем, это очень лицемерно. То, что мы сейчас видим, то, что происходит, это очень лицемерно. Вот эта вот однозначная поддержка Израиля в этом вопросе, вывешивание флагов Израиля в Киеве, высказывание репозиции президентом, другими официальными лицами Украины, запись таких роликов военными Украины, это очень серьезно бьет по репутации Украины. И в глазах не только мусульман, хотя в первую очередь, конечно, в глазах мусульман, и учитывая, что сегодня в рядах украинской армии воюют и мусульмане, мусульмане Крыма, украинские татары, которые вряд ли разделяют вот эту позицию украинской элиты, украинских политиков, украинского государства, вряд ли. В украинской рядах украинской армии воюют добровольцы, чеченцы, представители других национальностей Кавказа, для которых сейчас вот эта позиция Украины стала очень проблемной. Им теперь будет сложно объяснять как-то свое нахождение в рядах украинской армии, а там и так очень много было вопросов по этому поводу. И сейчас это стало еще более сложным, объяснение своей мотивации стало еще более сложным для этих людей. Но не только для мусульман. Как я сказал, большинство этого мира в Организации Объединенных Наций проголосовало за то, чтобы Израиль вернулся к границам 67-го года. То есть это говорит о том, что большинство этого мира понимает, кто там оккупант, кто там прав, кто виноват. И поэтому такая позиция Украины для большинства стран этого мира делает эту позицию абсолютно лицемерной. И это не будет способствовать тому, чтобы в российско-украинской войне эти страны, этот мир как-то... Ну, я просто боюсь, что так же, как и я сегодня, допустим, очень сильно разочарован этим. И во многом я как-то иначе сейчас посмотрел на все происходящее. Вот я боюсь, что и многие страны делают точно так же. Да, конечно, там могут сказать, а нам плевать на это все, нам помогает только Америка, там Европейский Союз. И поэтому нам важно угодить тем, кто нам помогает. Может быть. Но я бы просто напомнил, что... Что Господь миров наблюдает за всем происходящим. И именно Он распоряжается тем, что происходит в этом мире. И поэтому не гневайте Господа миров. Это очень опасная вещь. Я не думаю, что нормальная, сдержанная реакция Украины, украинцев, украинского государства изменила бы политику западных государств по вопросам поддержки Украины. Вряд ли этого произошло. Поэтому, если кто-то думает, что... Если не сказать, допустим, вот так, если не высказать поддержку Израиля, что-то изменилось бы, навряд ли. Ничего бы не изменилось. Так как там никто ведь не говорит поддерживать Хамас. Никто не говорит. Но, как многие страны, мы ведь умудрились высказать абсолютно такую сдержанную позицию. Указав, что источником нестабильности, напряженности в этом регионе, безусловно, является Израиль, оккупировавший территорию Палестины. Это вообще, это догма. Это то, что не подлежит вообще никакой дискуссии. Потому что источником напряженности является оккупация, несправедливость, которая там происходит. Только это вынуждает постоянно кого-то там предпринимать какие-то попытки. Ни в коем случае не оправдывая преступные какие-то действия тех, кто пытается. Понятно, что если они совершают преступление, они должны понести ответственность за преступление. Но это не лишает права в целом людей к стремлению к этой оккупации. Это и базовое право. Поэтому высказаться... Сдержанно сказать, вот есть те, кто неправы, есть те, кто правы. В целом насилие это плохо. Было бы нам хорошо, если бы все-таки решить этот вопрос. Вернуться к границам 67-го форта. Это было бы... Украина была бы гораздо более презентабельна, если бы она высказала именно такую позицию. Почему я обращаю внимание на Украину? Почему именно она и ее позиция меня волнует? Почему меня не волнует позиция Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки? Потому что это и не удивляет. Они-то всегда были на этих позициях. И не на них напали. Не их территорию отжимают. Не они сейчас воюют с оккупантами. Понимаете? Поэтому здесь... Поэтому мы обращаем внимание не на них, мы обращаем внимание, я обратил внимание на тех, кто сейчас воюет с оккупантами, отбивает у них свои территории, но при этом называет другие оккупированные территории, частью страны оккупировавшей эти территории и заявляет о ее праве на оборону своей территории, своей земли. Это вообще были недопустимые, наоборот, речи в этой ситуации. Поэтому, да, в целом, конечно, очень сильно разочарованы. Очень сильно. Все, с кем я общался, все понаблюдаются этой ситуацией. Очень сильно разочарованы. И, конечно, очень много различных лицемеров, ненавистников выявилось в связи вот с этой ситуацией, которые начали просто налево-направо. Там такая идет исламофобия. Хотя здесь можно было вообще отстраниться от этих всех религиозных вещей. Это ведь все-таки конфликт политический. Говорить нужно, можно и нужно было с точки зрения политического ослабления сил. Но я вижу, как многие даже блогеры, которых слушали мусульмане, многие скидывали мне их. Мои читатели, мои подписчики мусульмане скидывали мне этих блогеров, их какие-то высказывания. Это, чтобы вы понимали, это антироссийские такие деятели, которые осуждают вторжение России в Украину, которые критикуют русский мир, ненавидят его, против империализма. Все-таки они прям вот молодцы ребята. И многие их высказывания, жесткие высказывания против России, против Путина, мне их скидывали и говорили, вот, смотри, как он их мочит, какой он там красавчик. А вот сейчас эти люди не просто там как-то Хамас, допустим, они критикуют. Критиковали бы они сколько хотят Хамас, Иран, Хизбалу, никто бы вопросов не задавал. Но там идет такая, там идет оскорбление Аллаха, оскорбление Ислама, оскорбление мусульман в целом. Понимаете, вот эта ситуация, насколько она выявила многих людей. Поэтому сейчас нужно будет, я думаю, сейчас будет изменение во многих процессах, в головах многих людей. И дискуссии, которых не было до сих пор, в вопросах российско-украинского конфликта там. Сейчас вынуждены будут люди дискутировать эти темы. К сожалению, абсолютно ненужная тема сейчас поднята реакцией украинской власти на эту ситуацию. Да, скорее всего, это мало сейчас волнует украинского руководства, потому что там для них сейчас главное это ленд лиц, поддержка Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Поэтому они, возможно, и не сильно думают, обеспокоены поддержкой мусульманского мира, мусульман, которые сегодня живут в Украине, находятся, воюют в рядах Украины. Однако, Сойловы, я думаю, что любая поддержка для Украины сегодня ценна. И самое важное, Украине нужно понимать, что те, кто в рядах украинской армии сегодня, не обязательно в рядах даже, просто рядом у нас, украинской армии, сражаются со врагом, с Россией. То есть рискуя своими жизнями, отдавая свои жизни, эта поддержка, она гораздо ценнее любой той поддержки, которая оказывается сидя в кабинетах, из кабинетов, когда нужно просто там распечатать очередной планок, подписать его там, прогнать через Конгресс. И эта поддержка, она, конечно, очень ценна, она нужна, но она не сравнится с той поддержкой, которую оказывают люди, рискуя своими жизнями, отдавая свои жизни на поле боя. Это разный уровень этой поддержки, разная готовность. И все-таки на это нужно было обращать внимание. К сожалению, это сделано не было. Очень жаль. Субтитры создавал DimaTorzok